Здравствуйте, меня зовут Елена. Я мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. Являюсь детским тренером. Вышла замуж, у меня родился ребенок. Когда ребенку исполнилось 2,5 года, я поняла, что у ребенка есть какие-то определенные проблемы, что развитие не совсем протекает так, как должно. Поставили диагноз гиперактивность с элементами аутического спектра, и ребенок пошел в сад для детей с какими-либо отклонениями. Когда начался карантин, я решила попробовать все-таки начать заниматься ее спортивной подготовкой. До этого мне не хватало на это ни терпения, ни время, сил. А тут как раз во время карантина я решила все-таки попробовать вплотную заняться ее именно физической подготовкой. И, конечно, то, что я увидела через 2 месяца, поразило даже меня, насколько ребенок продвинулся во всех отношениях. То есть у нее речь стала очень активно развиваться. Она начала быть намного внимательнее, улучшился зрительный контакт. Она стала намного сильнее, выносливее. И даже мелкая моторика, то есть настолько она начала хорошо ощущать свое тело, что все процессы как будто перезапустились и начали намного лучше работать. Поэтому вообще хотела рассказать о том, насколько важно все-таки заниматься физической подготовкой, поскольку она напрямую связана со здоровьем и гармоничным развитием растущего организма. И физическая активность заложена в человека, природой. Это наша биологическая потребность, которая необходима для развития ребенка так же, как хорошее питание и сон. С самого рождения ребенка развитие всех физиологических процессов в организме связано с движением. К ним относятся сенсорное восприятие, познание своего тела, обучение навыкам крупной и мелкой моторики, а также формирование иммунитета, положительной работы центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Благодаря физической активности ребенок познает окружающий мир, развивается интеллектуально и психологически. Говоря об интеллектуальном развитии, имеется в виду развитие логики и мышления. Есть такое понятие, как двигательный интеллект, и существует тесная взаимосвязь между психическим и физическим развитием. И важно отметить, что самый благоприятный период для накопления различных навыков с первого года жизни и до шести лет. Этому есть научное объяснение. В мозгу новорожденного ребенка гораздо больше нейронов, чем у взрослого человека. И если нейроны стимулировать, то они будут создавать и укреплять новые нейронные связи. В ином случае отмирать. В возрасте пяти-шести лет происходит активное формирование новых нейронных связей. И лучшая их поддержка – это занятие спортом. И чем раньше начать занятие, тем больше у ребенка будет возможностей для всестороннего развития. Поэтому нейронетипичным детям физическая нагрузка назначается в качестве лечения. Потому что именно физическая нагрузка может очень сильно улучшить состояние такого ребенка. Зачастую дети с нарушениями развития, они не очень хорошо владеют и чувствуют свое тело. И многие навыки, которые происходят естественным путем у здорового ребенка, совершенно неправильно работают у ребенка с отклонениями в развитии. Даже элементарные прыжки, которые ребенок начинает осваивать где-то полтора года, зачастую дети с отклонениями не могут даже прыгать, не умеют прыгать нормально. Поэтому можно увидеть, как только ребенку начинаешь объяснять, разбирать любое движение и пытаешься его исправить, ты понимаешь, что у него меняются в сознании какие-то вещи, он начинает другие вещи тоже делать правильно. То есть нарушение крупной моторики ведет к нарушениям и мелкой моторики, и все сенсорные восприятия, все нарушается полностью. Поэтому очень важно заниматься улучшением физической подготовки, заниматься подкачкой, растяжкой. И когда ребенок начинает действительно лучше ощущать себя в пространстве, у него меняется и осанка, и походка. Ты понимаешь, что эти вот руки, которые зачастую разбросаны в разные стороны, он начинает лучше ими управлять, и самочувствие улучшается. Ребенок становится увереннее в себе, и происходят колоссальные изменения. Мой взгляд, что без физического восстановления интеллектуально ребенок не восстановится, потому что когда нарушения происходят, они происходят во всем организме, и спорт – это огромная часть лечения и восстановления ребенка. Ни в коем случае не надо забывать о именно физической нагрузке для ребенка. Я считаю, что гимнастика, лечебная гимнастика, физкультура идеально подходят именно для особенных детей, потому что она восстанавливает все процессы – и гибкость, и растяжку, и силу, выносливость, быстрота, координация. То есть другие виды спорта не стоят, я думаю, без начальной гимнастической подготовки даже пытаться заниматься ни футболом, ни баскетболом. Это совершенно не подходит деткам с отклонениями. Еще очень важно подобрать тренера правильно. Если вы видите, что тренер с раздражением относится к тому, что ребенок, у него не получаются элементарные вещи, ни в коем случае не надо продолжать даже пробовать заниматься у такого специалиста. Это отобьет всяческое желание у ребенка, он будет себя чувствовать как-то ущербно. Такие дети очень четко ощущают, насколько к ним отношение со стороны взрослого. И если человек будет позитивно на них смотреть, будет радоваться каждому его маленькому успеху, то у ребенка будут как расправляться крылья, он будет лететь на тренировку и с каждым разом пытаться перебороть себя и сделать еще лучше. Очень важный момент – не перегрузить ребенка. То есть когда вы начинаете с ним заниматься, заниматься нужно начинать постепенно. И не пугаться того, что вначале ребенок может просто начать сопротивляться, начать истерить. То есть пытаться все равно не уйти с тренировки, хотя бы даже если он сделает одно или два упражнения, а все остальное время он просто будет бегать или лежать где-то в углу, это тоже нормально. Главное – не прекращать. Если начали хотя бы один раз в неделю, то продолжить так месяц-два. И потом все-таки перейти на два раза в неделю. Если вы видите, что ребенок как бы справляется уже с нагрузкой, то оптимально, начиная с пяти лет, заниматься три раза в неделю. Соответственно, когда ребенок становится крепче, его физическая форма улучшается, то его носливость тоже позволяет заниматься больше. Если ребенок должен двигаться в день 60 минут, это минимально. Больше приветствуется, к этому относятся и бегать на улице, кататься на велосипеде, играть на площадке. Но это как бы совершенно не отменяет именно гимнастической подготовки. То есть тренировка в зале – это совершенно другое. Там мы именно прорабатываем все группы мышц, и это не заменяет просто того, что вы бегаете на улице, гуляете. Это совершенно разные вещи. Если мы хотим перезапустить процессы, которые нарушены в организме, то нужно регулярно заниматься спортом, и тогда действительно в течение двух-трех месяцев регулярных занятий вы уже увидите результат. Главное – не опускать руки и не требовать слишком много от ребенка. То есть главное его не пережать, не передавить. И постепенно, следя за здоровьем, следя за реакцией организма ребенка, постепенно увеличивать нагрузку. И оптимально, я еще раз говорю, хотя бы три раза в неделю заниматься. Но при этом, если занимаетесь, начинаете больше, видите, что у ребенка появляется больше интерес, хотя бы один выходной обязан быть у ребенка, когда он не ходит ни на какие вообще занятия, ни спортивные, ни какие-либо другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова